Всем привет! Девчонки, тут такая ситуация, меня попросили в инстаграм поднять тему головных болей. Так как я страдаю мигренями, но у меня есть на то причина, вот, то я как бы не трогала эту тему, но когда в сторис говорю, ой, так болит голова, извините, сториса не будет, потому что болит голова. И вот мне многие девочки написали, Ань, тоже мигрени, так болит голова, вот, там, не знаю, что делать, что ты пьёшь. Подними эту тему в видео. Поэтому поднимаю. Тут такая ситуация, я, как бы, мучаюсь головными болями с детства, но у меня есть на то причина. В 16 лет у меня был инсульт геморрагический, с потерей речи, в общем, я не узнавала маму, но, в общем, это всё было жёстко. Потом были операции и тому подобное. Я не буду углубляться в эту, как бы, тему именно своей болезни, я просто скажу так. Если у вас болит голова, но нету, часто болит голова, но нету какой-то там патологии, да, например, как у меня, выявленной уже, то, пожалуйста, обследуйтесь, девочки. Вот я сделала одну процедуру. Она, в принципе, ну, вообще лучше, конечно, показаться сначала неврологу, а он уже скажет, что надо делать. Но, в принципе, для себя можете сделать электроэнцефалограмму. Вот я её сделала вчера. Вообще, мне врачи рекомендуют делать её раз в три месяца, чтобы наблюдать динамику. Вот, я этого не делаю. Ну, по ряду причин. Это, опять же, такое надо, наверное, надо делать. И вчера я сделала, сейчас я вам покажу. В умеренном глубоком темпе дышим, вдох, выдох. И к этому же врачу я записалась сегодня на консультацию. Он, глядя на результат, он мне сказал, надо капаться. Поэтому подготовила вены и, наверное, с завтрашнего дня начну капаться. Но это, что касается меня. Что касается вас, можно сделать вот такую вот процедуру. Она в поликлиниках стоит около, по-моему, 300 гривен, а в частных клиниках я заплатила 700, 690. Вот, по ней можно определить, есть ли опухоль, есть ли какие-то там, ну, всякие-всякие проблемы, вплоть до, там, как это называется, болезни Альцгеймера. То есть её тоже можно определить с помощью вот этой вот энцефалограммы. Но я записалась не только к этому врачу. Ещё у меня будет ряд докторов, неврологов, потому что я не могу найти своего. Объясню, почему. Мне в 2015 году, в 2015 году сделали гамма-нож в Стамбуле. Гамма-нож — это облучение. У меня выпала часть волос, большая часть. То есть я сейчас пытаюсь вот как бы их реанимировать, анимировать, потому что волосики как бы отрастают, но густоты нету. Вот. И происходят разные как бы процессы. То есть у меня есть аневризма, она должна рассосаться. Она становится меньше на этом, знаете, как говорят, пустая голова. То есть по факту в этом месте, где рассасывается аневризма, там как бы ничего не будет типа. Вот. Поэтому я иногда не знаю, вот у меня там немеет рука, там онемел нос, или я плохо себя чувствую, или ещё что-то. Ну не буду рассказывать. В общем, много разных таких моментов со мной происходит. И я прихожу к врачу, и я вижу, что они растеряны. Они не знают, что со мной делать. Знаете почему? Потому что к ним крайне редко попадают пациенты после гамма-ножа. Вот. Я уже ездила в институт нейрохирургии, потому что я знаю, что многие могут меня туда отправить. Где я только не была. Но многие разводят руки, а многие футболят куда-то в другое место. В общем, я не могу найти своего доктора, который бы мной занимался. Поэтому я решила сейчас пройти ряд докторов. Мне даже вот посоветовали какого-то доктора в добробуте, мужчину, говорят, прям мега-мега крутой. 900 гривен стоит его консультация. Ну, хорошо, потрачусь, схожу. Пойму, может быть, почему он так дорого стоит. Вот. Но я имею в виду, что вы тоже, если у вас болит голова довольно долго, давно, то не тяните, сходите к врачу. Не говорит это о том, что там что-то может быть серьёзное. Ну, по крайней мере, как мне говорили всегда врачи все, головную боль терпеть нельзя. Вот теперь вернёмся к головной боли. Если у вас болит голова, какими лекарствами вы спасаетесь? Напишите в комментариях, не только для меня. Объясню, я уже знаю, какие лекарства мне помогают, какие нет. Хотя недавно для себя открыла один препарат, сейчас расскажу. Вот. Для того, чтобы другие девочки почитали и, может быть, для себя что-то найдут. Итак, если у меня низкое давление, я пью кофе, пью цитрамон. Если у меня высокое давление, я пью каптопресс, чтобы его снизить. И, в принципе, и всё. Ну, и как бы стараюсь лечь в горизонтальном положении. Если у меня спазм сосудов, ну, то есть болит голова, давление нормальное, я выпиваю спазмолгон. Но спазмолгон мне в последнее время уже не особо помогает. Я пью две таблетки или пью темплгин, такая зелёненькая таблетка. Вот. Иногда, если ничего нет, я могу выпить немесил. Но у меня всегда есть лекарство в этот с собой, ну, то есть в сумках. И ещё недавно буквально я познакомилась, ну, может быть, пару месяцев назад, с таким колесом, как омигрен. Вот. Вот этот препарат, он, в принципе, почти всегда помогает. Но всё равно он оставляет, если голова сильно болела, мигрень, он убирает резкую боль, но тупая боль, она всё равно остаётся. Вот я думаю, что я сейчас прокапываю. Тем более вот этот период, март-ноябрь, он такой не очень приятный для тех, кто болеет. Именно страдает головной болью ещё потому, что меняется, ну, как бы температура, разные вот эти вот атмосферное давление, и люди чувствуют это. Поэтому я хочу прокапаться, и тогда думаю, что станет легче. Я знаю, что у меня девочки очень многие писали, что тоже капаются, и тоже от головных болей. То есть если у вас болит голова, не терпите. Действительно пойдите к врачу и разберитесь, почему она болит. Всем здоровья! Я поехала на телеканал TED, у меня пост-шоу. Знаете, такой проект «Богиня шопинга». Обещала показать назначение врача. Вот вчера вечером, представьте, аж очень поздно вечером, я попала к доктору на запись. И вот, вот мой диагноз. Состояние после радиооперации с помощью камон-ножа по поводу удаления и выключения из кровотока АВМ. В области левой теменной области состояние после геморрагического инсульта. В левом полушаре мозга после анет, в русле левой СМА правосторонняя перимедальная недостаточность. И я, ну я, ну я, ну я, в общем, половину с этого я не могу говорить. Ну, выгореть могу, но я не запомнил. Итак, МРТ головного мозга с контрастом в динамике ежегодно. Ну я, в принципе, делаю, вот сейчас мне тоже надо сделать. И лечение Эллизин, Метамакс, Ковентон, Театрозалин. Сколько назначений? Церебрум. Не знаю такого. Эмоксипин. Это знаю. И вот после окончания капельниц еще много вот назначений. В принципе, если вдруг вам надо, то ставьте на паузу. Но я включила, чтобы показать вам вот. Для оккупирования головной боли. Это начинается с легкого. И вот Ксефокам это такой препарат, который должен помочь при любой головной боли и даже мигрени. Итак, ИМЕТ 400 мг одна таблетка плюс нож. Выпиваете вместе и должно помочь. Если не помогает, то таблетку на мигрена. Если на мигрен не помогает, то есть такой препарат, как цертофен. И вот это вот, врач сказал, самый такой тяжелый препарат, который должен помочь. Также, если у вас для снятия тревоги и напряженности, карвалтап одна таблетка плюс глицин или глисисет, две таблетки. И в конце рассасания добавить магний B6, антистресс. И все эти три препарата, вот это то, о чем мне врач говорит, надо срочно прокапываться. Я, мне начали, ну блин, мне сложно разговаривать. Все эти три препарата проглотить и запить водой. То есть все три. Но он говорит, это точечно, это не каждый раз. Это когда вот у вас есть такие моменты тревоги, раздражения и так далее. Ну, в последнее время у меня такого нету, слава богу. Но я говорила, что такое когда-то было, и вот он мне сказал. Ну, и вот дальше. Но в любом случае, вот, кстати, номер телефона врача. Если вдруг это в Киеве. Я была в клинике Вива. Но, опять же, врачи могут быть свои, не свои. Плюс я еще в четверг пойду к другому врачу. Мне надо найти своего. Этот врач вроде неплохой, но я хочу послушать по своим, как бы, скаргой, видите, жалобам. Что мне скажет другой врач? Ну, и вот то, что я делала. Компьютерная электроэнцефалография. Вот, вот ее надо пройти, если у вас есть головные боли, если есть какие-то моменты, там, тошнота, головокружение, ну и так далее. Вот, она покажет, если есть какие-то нарушения. Ну, в общем, как-то так. Не болейте, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!